привет всем кто смотрит это видео сегодня я вам покажу как написать такую картину своего рода такое видео мастер-класс я покажу вам весь процесс расскажу вам объясню вам все поэтапно как написать такую картину такие прекрасные большие цветы какие материалы использовались и какие краски холст тут большой 40 на 65 вы можете брать других размеров холст и цвета красок вы можете выбрать для себя которые вам больше нравится так что кому интересно оставайтесь и смотрите видео до конца и перед тем как приступить к работе давайте я вам покажу какие материалы использовались это акриловые краски и 3 кисточки акриловые краски естественно титановая белая также использовала я бирюзовую краску номер 507 дальше у нас 615 номер индиго фирмы rosa видите у меня тут разные фирмы краски и краски sonnet rosa amsterdam art composite акрил про цвет ультрамарин синий 390 номер акриловая краска фирмы sonnet номер 319 карминовая краска фирмы rosa ультрамарин фиолетовый 654 номер краска фирмы амстердам такой вот интересный цвет ближе к бордовому такой липов дешневый бурячковый цвет номер 657 уже немного стерлась и кисточки каких размеров вот такая плоская кисточка очень хорошая для создания фона фирмы колос номер 12 также очень хорошая кисточка фирмы колос номер 18 к вот она полукруглая очень хорошо не создавать как раз цветы лебесточки цветов листочки замечательно такая хорошая кисточка и вот такая вот тоненькая кисточка номер 2 фирме колос тоже такие тоненькие кисточки имеются это же примерно номер 24 вот такие вот материалы будут использоваться в данной работе теперь мы переходим непосредственно к написанию картины так что приятного вам просмотра и не забывайте ставить лайки писать комментарии и подписываться на мой канал так я мочу холст смущу а цветы где-то будут расположены так так это так пойдут сюда наискосок может быть вот вот так можем взять их побольше здесь мы создаем фон макаем вот у нас черное и белое и таким вот образом больше белого добавляем высветляем фон даже здесь мы можем внизу на данном этапе мы можем и такие моски смело делать добавлять цвета которые нам нравятся можем немного фиолетовый добавить бирюзы и сюда немного пустить более интересный фон немного мочу кисть можем рыжинку где-то дать опять белила вот образом расчесали сверху растягиваем цвет можем чуть-чуть на смакнула чуть-чуть кисточку у нас такой подготовительный этап поэтому здесь мы можем смело вставляем такие красивые чтоб носочки нас вылили заполняем полностью холст добавим розовинку добавим розовинку исполняем полностью всю эту красоту сейчас непосредственно переходим уже к самим цветочкам индигу с черным цветом я смешала холст Продолжение следует... 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 Здесь можем какой-то цветочек посадить и сделать намек. В любой момент все можно исправлять. Беру такую кисточку индиго с бирюзовым цветом. Добавляем листочки. Делаем такие движения. Проводим линию. Бирюзово с индиго очень красиво сочетается. Вот такие вот можно. Выходим сюда и на цветок. Так. Тут будет темнее. С точки смотрят в разные стороны. Поэтому мы и двигаем кисточкой в разные стороны. Так. Возветляем. Добавляем белило. Так. Вот разные. Где-то меньше, где-то больше. Возветляем. Так. Вторая история. Но берем более фиолетовый. Смотрите. Раз-раз смачиваем кисть. Сейчас мы будем вводить сюда фиолетовый. 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 Много синего. В разные стороны направляем кисть. Получается, что у нас листочки смотрят в разные стороны, как у цветка. Создаем объем. Смешиваю индиго с белилом. Также додаю розовинки немного. Чтобы это были немного разные цвета. Так. Больше белья. Это больше, где-то меньше. На серединке можно. Все. Переходим к следующим цветам. Тоже разное. Тут уже больше белила. Так. В разные стороны направляем кисть. Добавим немного фиолетового, темного или фиолетового, или индиго, или синяя. Будет создать объем в этой картине. Видно, да, уже есть объемчик здесь. Сейчас мы поиграемся с этим цветком, фиолетовый и синий. И вот в разные стороны направляем. Где-то додаю больше синего, где-то фиолетового. Направление кисти разное. Такое пушистое было. Кисточку в разные направления. Посмотрим, чтобы это было гармонично. Где-то добавляем больше, где-то убавляем. Приглушаем цвет где-то. делаем ярче. Теперь переходим на вот этот цветок. кисточку. Есть такой более синий. сформировался букет из разных гортензий. кисточку. Кисточку направляем в разные стороны, чтобы лебесточки смотрели в разные стороны. И формирует наш цветок. Смотрите. Вообще замечательно. Вот так вот, на уголочек. На уголочек такая вот красота. Красота. Смотри. Здорово, да? Протис. И сделать уголочки. Будет очень красиво. Смотри. Смотри. Сильно близко друг к другу мы не накладываем такие листочки белила, чтобы это был как естественный перелом или залом соцветия, на которых падает где-то больше. Солнышко где-то меньше. Очень здорово. Синий и вот этот цвет смешиваем. И таким вот образом у нас в этом углу такой же цвет, цветок в разные стороны. белила. И сейчас мы их будем высветлять с помощью белила. Можем этот тоже. Смеленько вот так. Прямо индида. И здесь мы добавляем. небольшой цветочек. Смешиваю такую красоту. и самый большой такой цветок. Более светленький сделаем. Солнышко. листочки. И такими горхкими движениями делаем объем. белой. Ну вот этот цветок. Смешиваю. Светляем тоже. Через поле светло. И делаем разные носки. Смотрите, какая красота сразу получается. Красиво. Красиво. Ну. Теперь у нас остался этот самый маленький бак. Маленький цветок, давайте я вам приближу. Вот, теперь займёмся этим цветком. Чуть-чуть любые красочки. Вот, теперь здесь тоже просится небольшой цветочек, который уйдёт туда, куда. У нас тоже здесь, за бассейн. Всё очень просто. Вот, пожалуйста. И вот таким вот движением, лёгким. Всё, делаем так. Всё. На данном этапе мы можем пока оставить картину, отойти от неё, дать ей полностью высохнуть и посмотреть, что можно ещё подправить, где больше белила добавить, где какие места в 10 лет больше. И прорисовать уже сами эти прутики. Ножки наших цветов. Надо посмотреть, где эти листочки больше добавить. Добавить где-то в тень ушли листочки. Где-то там находятся в тени. Можно будет высветлить эти места, сделать их более светлыми, чтобы был контраст и отличие между этим фоном и этим фоном. Ну, а так я предлагаю на данном этапе пока оставить и подойти по буфе. Итак, друзья, сейчас вы можете наблюдать, как я высветляю некоторые места с помощью плоской кисточки. Кисточка должна быть слегка влажной и буквально на кончик я набрала белую краску, белую титановую краску. И таким нехитрым движением я высветляю как и вверху, так и снизу. Захожу на листочки, такими движениями высветляю некоторые места. Где-то больше додаю белого, где-то меньше. Можно провести такие полоски посветлее. Где-то останется фон темнее, где-то светлее, чтобы был такой немного контраст. Теперь я некоторые листочки делаю поярче. Я взяла краску индиго и полукруглой кисточкой, вот так вот, таким движением простым, едва даже дотрагиваясь до холста, провожу еще раз кисточкой по тем листочкам, которые уже были нарисованы. Можно добавить индиго и бирюзы больше добавить, добавить белила, чтобы получился такой интересный цвет. Внизу я добавляю также листочки, провожу стебли, веточки наших цветов. И как вы заметили, краска более светлая. Индиго разбавлена с белилом и бирюзой. Белила это белый титановый цвет. Можно проводить веточки как наискосок, так и прямые, кое-какие выделить больше. Кое-какие будут такие полупрозрачные, чтобы был контраст и объем. Также хочу вам напомнить, что вы можете на моем канале посмотреть другие видео с моими работами, с другими мастер-классами. Обязательно пишите свои комментарии, как вам такие картины, как вам вообще такой мастер-класс. Сейчас на видео вы можете посмотреть, что некоторые лебесточки я делаю светлее. Уже полукруглой кисточкой. На кончик кисти я набрала белила, разбавленная с розовым, либо с другим цветом, который у нас нарисован уже цветок. Мы просто высветляем какие-то лебесточки. Где-то солнышко больше падает, света больше падает на сами цветы, листочки. И таким образом мы высветляем и создаем опять-таки объем нашим цветам. На видео вы можете увидеть, каким образом я наношу сами эти мазки. Каким образом это все происходит. Легким движением тоже едва прикасаюсь к холсту. Отхожу обязательно от картины. Смотрю, где еще высветлить нужно. Где еще у нас будет падать солнышко на наши цветочки. И вот, едва прикасаясь, я наношу краску. Кисточка обязательно должна быть влажной. Не мокрой, не сухой, а влажной. Чтобы краска легче наносилась. Тут я решила добавить еще больше цвета нашему цветку. Такой более розовый, там где-то светлее, там где-то темнее. Обратите внимание, что зеленые листочки стали светлее. Я их немного высветлила. Каким образом? Изначально я нанесла индигу, краску вы видели. А потом размешала три цвета. Бирюзовый, немного индиги и немного титановый белый. И поверху на каждый листочек я нанесла уже размешанную краску. И получился такой замечательный, приглушенный цвет. Цвет листочков. Очень гармонично смотрится. Очень гармонично вписался между такими большими цветами. И смотрите, как эти листики красиво сейчас смотрятся. Где-то оставила полностью индиго, а где-то поверху нанесла размешанную краску. И такая вот игра цвета получилась. Ну вот, друзья, картина наша готова. Результатом я очень довольна. Напишите обязательно, как вам. Как вам такая картина и как вам в целом такой мастер-класс. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Жду ваших отзывов в комментариях об этом видео. Буду очень благодарна за приятные комментарии. Всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и творческого вдохновения. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!